Ручка не функционирует, ее даже довольно снес быстро. Также толпил получается в область замка. Здесь была панель железная, он ее снес. Дверь в квартиру Никиты сейчас скорее похожа на отбивную. Снизу доверху глубокие следы от молотка, сломанный глазок и ручка. Все это результат выходки буйного соседа сверху. По словам парня, на этих выходных тот напился и пришел выламывать им двери. Молотком мужчина выбил часть замка и даже угрожал убийством. Неизвестно, что случилось, если бы дверь все-таки открылась. Дверь открывай, б***ь, б***ь, б***ь. Что такое? Стоп, я зачем? Стоп, стоп, нет. Даже не думай открывать. Никита рассказывает, что неадекватный сосед донимал их и раньше. Закидывал дверь квартиры яйцами и даже пытался устроить поджог. Из менее серьезных случаев шумел, бросался детским питанием, выбегал на улицу голым. По словам жителей подъезда, так себя ведет, когда напьется бывший полицейский. У него началась проблема с алкоголизмом и его поперли из полиции. У нас возникали вообще подозрения, что его надо не в полицию, а в дурку, потому что наблюдалось ярко выраженное раздвоение личности. Потому что, например, трезвый человек ведет себя максимально адекватно, вежливо, а выпивший все, крышу сносит просто без остановки. В прислужбе МВД подтвердили, что нападавший с видео действительно бывший сотрудник полиции. Мужчину уволили из органов в 2020 году за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Силовики не раскрывают, за что именно, но те, кто знают мужчину, говорят, в пьяном виде он мог и прийти на работу и сесть за руль. Такое внимание к своей квартире жильцы объясняют просто. Они впервые вместе с парой соседей стали жаловаться на мужчину в органы опеки. У мужчины трое детей, одному нет и двух лет. По словам соседей, его сожительница не раз убегала к соседям с просьбой о помощи, а из квартиры часто слышно крики и звуки насилия. Она бегала по подъезду, просила помощи, вызвать полицию. Я запустила ее в квартиру, она говорила, что он тут голый с ребенком в лифт, пошел на улицу. Она была в нижнем белье тоже раздетая, вся в синяках, показывала, что он ее избивает. У нас уже все это достало, чтобы хоть как-то его утихомирить. И вот пришла в пятницу опека и началось. И мы три дня тут в диком стрессе. По нашей информации, экс-полицейского уже привлекали к ответственности за побои, но тот возвращался в семью. Вдобавок ко всему, мать детей то и дело прощала такие поступки и не хотела привлекать внимание правоохранителей. После последней выходки 35-летнего мужчину доставили в отдел и возбудили уголовное дело. По данному факту сначала на место происшествия выехал наряд ППС, затем следственная оперативная группа. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательств. И по данному факту в его действиях было усмотрено признаки состава преступления, предусмотренного статьей 213, это хулиганство. Сейчас 35-летний мужчина все еще находится под арестом. Уже скоро ему изберут меру пресечения. Вероятнее всего он окажется под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Дмитрий Шхузин, Сергей Токарев, Новости ТВК.